Здравствуйте, мои дорогие! Гадания на Рождество – это традиция самых древних времен. Всегда девушкам хотелось знать, выйдет ли она замуж в этом году, сколько будет детей, как имя Суженого. И я хочу показать вам пять самых верных гаданий на Рождество, которые предсказывают будущее. Существует множество гаданий, которые связаны и с черной магией, и с белой, но я не советую прибегать к таким гаданиям, поскольку вы можете только прогадать свою судьбу. Эти гадания, которые я хочу вам представить, самые безобидные, но самые верные, поскольку очень давно я также гадала, и все, что было предсказано, все сбылось. Итак, первое гадание. Итак, дорогие мои, берете простую иголку с ниткой, белой ниткой. Конец нитки нужно завязать на узелок. Теперь наматываете нитку на пальчик и начинаете опускать иголку. Делаете такой колодец и расправляете руку. Иголка должна показать, сколько у вас будет детей. Вот так как у меня сейчас шатается, это мальчик. У меня действительно сын, уже взрослый. Все, иголка остановилась. То есть у меня один сын. Если иголка будет ходить вот так, вот это я сама уже вожу рукой, вот так если иголка будет ходить, круг. Если иголка не остановится после первого раза, а покажет круг, значит у вас будет первый мальчик, а вторая девочка. Итак, держите иголку, пока она сама не остановится. Тем самым вы узнаете, сколько детей и какого пола дети у вас будут. Сейчас я вам расскажу еще об одном очень верном гадании. Это гадание тоже с помощью иголки на круг. С помощью блюдца рисуем ровный круг посередине белого листа. Отмечаем в середине точку, это туда, где мы будем ставить иголку, и рисуем, да, нет и пишем алфавит. Ну, примерно так. Так, здесь мы пишем не знаю. Теперь также завязываем узелок, обматываем один раз, ставим иголочку на середину. Иголка должна быть приспущена. Не должна она быть в натяг. Ну, как бы вот так вот. И задаем вопросы. Сейчас. Ставим иголочку посередине, где мы отметили точку. И сейчас будем задавать вопросы. Ну, игла вот еще пока не успокоилась. Она должна успокоиться перед тем, как задавать вопросы. И не нужно разговаривать. Спросил и молчил. Поеду ли я куда-нибудь в этом году? Да. Спасибо. Еще можно долго задавать вопросы иголочке нашей, чтобы она отвечала. Ну, это каждый. Каждый человек сам задаст свой вопрос и получит обязательно ответ. Теперь гадание, чтобы узнать имя суженого. Еще одно очень правдивое гадание для девушек, для молодых девушек, узнать имя суженого. Берем чистый лист, чтобы с двух сторон был чистым. Белый. И не надо никаких ножниц, а просто вот так вот рвем на такие вот полоски. Мы будем писать на этих полосках и имена. Полосок должно быть 12 штук. Я не буду все рвать полоски, потому что мне это уже не нужно. И пишем имена. Например, Сергей, Владимир, Там Олег. Ну, какие еще имена? Александр. Ну, и так далее. То есть, любые имена. В том числе, можно написать и мальчика, который вам нравится. Или юноши, который вам нравится. вкладываем их все одинаково. Вот так. Чтобы было без обмана, чтобы вы сами себя не обманули, не подтасовали то имя, которое вы хотите. Вот, чтобы бумажки были совершенно одинаковые. И так, как я уже говорила, должно быть 12 бумажек. Потом их перемешиваем. Ложимся спать со словами. Суженый, ряженый, покажись. Нужно эти бумажки положить под подушку. И, ни с кем не разговаривая, уснуть. Утром просыпаемся, ни с кем не разговариваем. Даже, если вас кто-то что-то спрашивает, первонаперво засуньте левую руку под подушку и вытащите одну, единственную бумажку. Развернете и увидите имя своего суженого. Это очень верное. Ну, я не знаю, по крайней мере, у меня совпало все. Очень верное гадание для меня оказалось. Гадание номер четыре. Выйдете вы замуж в этом году или нет? Еще одно гадание, тоже верное. Это на обручальное кольцо. Это мое обручальное кольцо. вы можете попросить у родителей для гадания. Желательно, чтобы оно было венчанное. Но у меня кольцо не венчанное, я не венчанная. я тоже в юности гадала, кольцо у меня было не венчанное, обычное. То есть, насыпаем. Вообще, по-хорошему пшену надо. Но у меня пшена сегодня нет, поэтому можно и на горох. Насколько я помню. То есть, насыпаем в чашечку горох, кладем колечко. Вот так сначала все перемешиваем. Даем такой вопрос. Выду ли я в этом году замуж? Потом берете и смотрите. Если колечко попадется, то значит замуж вы в этом году выйдете. Если колечко не попадется, то замуж вы в этом году не выйдете. Ну, вот у меня попалось мое же колечко, хотя замуж я повторно не собираюсь. Последнее гадание это гадание на прохожего. Ну, и последнее гадание, которое я хочу вам предложить, испытать это на прохожего. Утром рано, как проснетесь, ни с кем не должны разговаривать, сразу идите к окошку и смотрите на первого прохожего. Если это мужчина и идет он по дороге по направлению к вам лицом, это значит вы замуж выйдете в этом году. Если же мужчина идет вправо, влево или тем более от вас, то замуж в этом году вам не выйти. И если вы увидите женщину или животное, то тоже вам замуж в этом году не выйти. Вот такое вот еще одно гадание. А верить вам в эти гадания или не верить, это уже ваше дело. А проверить это можно. Рождественские и святочные гадания это самые верные гадания. Можно начинать гадать в ночь 6 на 7 и всю неделю 19 числа заканчивается святочная неделя. поэтому начиная с ночи 6 на 7 по 19 число можно гадать. Желаю всем удачи, чтобы все ваши мечты и желания в этом году непременно сбылись. До свидания, до новых встреч!